Здравствуйте! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария. В студии Наталья Юсупова и в нашем выпуске. Бюджет скорректирован, доходы увеличены. Правительство республики обсудило исполнение майских указов президента страны. Исторический объект обретет новую жизнь. Нальчики реконструируют курзал. Тайны маленькой подковы. Столица Кабардино-Балкарии готовится отметить юбилей. Жильцам домов, признанных аварийными начиная с 2012 года, будут предоставлять помещения по найму соответствующие распоряжения, приняло российское правительство. Текст опубликован на сайте Кабмина. Документ вносит изменения в комплекс мер, направленных на ликвидацию аварийного жилфонда до 2017 года. Теперь при расселении нуждающихся новые квартиры в собственность не предоставляются. Переезд из частных помещений будет производиться за счет владельцев, но при содействии государства. Решение о переселении представители власти теперь должны принимать после оценки имущественного положения и уровня обеспеченности граждан. Распоряжение правительства принято для повышения эффективности расходования бюджетных средств, говорится в документе. В курортной зоне столицы идет реконструкция Дворца культуры. В народе этот объект больше известен как Курзал. Некогда он был одним из любимых мест отдыха нальчан и гостей республики. После ремонта историческое здание обретет новую жизнь. Большой объем работ уже выполнен. Основной акцент строители делают на качество. Наш корреспондент Адама Базов побывал на стройплощадке. Несколько объединенных между собой секций, как один гигантский пазл. Дворец культуры Курорт-Анальчик с точки зрения акустики и архитектурного стиля уникален. Реставрация такого объекта – процесс крайне сложный и трудоемкий, говорят строители. Тем более, что здание не ремонтировалось несколько десятков лет. На данный момент подрядчики уже выполнили большую часть работ. Уже готово 300 квадратных метров вентилируемой фасадной плиткой, облицовкой, керамической плиткой. Это очень долговечно, качественно, тепло держит. И снаружи, и снутри это вентилируемый фасад называется. Сейчас работа проводится внутри здания. Строители заменили электропроводку, инженерные коммуникации. Идет отделка и облицовка помещений. Старую лестницу и ступеньки главного входа полностью демонтировали и восстановили с нуля. Здесь, как театр, как многолюдно, весик из керамогранита, он не будет выдерживать. А толщиной 3 сантиметра природные камни дольше будут лежать. В данное время мы закончили и колонны, и ступеньки. Дальше будем продолжать облицовывать фундамент из керамогранита. Танцевальные площадки уже практически готовы. Осталось покрыть звукоизолирующими материалами стены и пол зрительного зала. Это значительно улучшит акустику в помещении. На завершающем этапе здесь установят 600 кресел, занавес, современную аудио- и видеоаппаратуру. С улицы уже пристроили несколько гримерок и установили котельную для автономного отопления. После многочисленных просьб и обращений жителей Нальчика, строителями принято решение восстановить здание в его историческом виде. К примеру, вот этот монумент руминам-балеринам отреставрируют уже на следующей неделе. Памятник снимут, очистят от жавчины, перекрасят и установят на старом месте, но уже в новом облике. Адам Абазов, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Ответственность за судьбу образования означает ответственность за будущее Кабардино-Балкарии. Юрий Коков принял участие в августовском совещании учителей. Педсовет прошел в государственном концертном зале с подробностями Беслан Судимов. Перед началом совещания Юрий Коков пообщался с воспитанниками кадетских школ Бабугента, Прохладного, Баксанского района, ознакомился с презентацией выставки на тему актуальной вопроса развития системы образования в республике, представленной учебно-методической литературой, новыми образцами школьной формы. Комплект одежды для ученика младших классов обойдется в 1300 рублей, для старшеклассников – в 2600 рублей. Как пояснили разработчики, форма изготовлена на 70% из натуральных материалов и пользуется спросом. Педагогический форм начался с доклада министра образования, науки и по делам молодежи Нины Емузовой. Своим видением стоящих задач поделились главы местных администраций, руководители школ, представители вузовской науки. Обращаясь к участникам совещания, Юрий Коков высказался за равнодоступность образования для всех социальных категорий населения. Он также сказал о том, что государство намерено оказывать отрасли всестороннюю поддержку. Будем всемерно поддерживать систему образования в республике, в том числе финансово, делать все зависящее от нас для повышения материального положения и общественного статуса учителя. Полное выступление Юрия Кокова на августовском совещании работников образования республики смотрите завтра на телеканале «Россия Габардино-Балкария» в 18.15. Миноборнауки сегодня объявила пять тематических направлений, по которым выпускники школ будут писать сочинения в декабре этого года. Рассуждать подросткам предстоит, опираясь на произведения отечественной и мировой литературы, сообщает сегодня Интерфакс. В Советах Министерства по вопросам проведения итогового сочинения были отобраны следующие направления. Недаром помнит вся Россия, тема посвящена 200-летнему юбилею Лермонтова. Вопросы, заданные человечеству войной, человек и природа в отечественной и мировой литературе, спор поколений вместе и врозь, и чем живы люди. Уже на этой основе к концу года Рособорнадзор разработает конкретные темы. Они будут отличаться для разных часовых поясов и узнают их учащиеся только на экзамене. Писать сочинение выпускникам предстоит в декабре, а пересдать его можно будет в феврале и конце апреля-начале мая. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья сочинения могут заменить изложением. К сдаче ЕГЭ допустят только учеников, получивших по сочинению зачет. Кроме того, вузам будет дано право учитывать это испытание при приеме абитуриентов. В этом случае сочинения пересчитают на баллы. В Миноборнауке говорят, что первый год, когда выпускники школ будут писать сочинения, рассматривается как пилотный в стадии обсуждения вопросы объема текста и отведенного на испытание времени. Юрий Коков провел совещание по итогам инвентаризации земель сельхозназначения. В первой части совещания рассмотрен ход исполнения бюджета 2014 года, в рамках которого правительству КБР даны поручения сформулировать поправки, позволяющие усилить его социальную направленность. Обсуждены итоги инвентаризации земель сельхозназначения. Исполнительным органам власти предложено принять меры по повышению эффективности их использования. До конца 2015 года предстоит завершить необходимые землеустроительные работы в целях последующей постановки земельных участков на государственный кадастровый учет. Обозначены задачи по увеличению доходов муниципалитетов от распоряжения с землями сельхозназначения. Всесторонние рассмотрения получили проблемы финансового оздоровления промышленных предприятий, в том числе находящихся на стадии банкротства. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Кабардино-Балкарии. В числе рассмотренных тем информация об исполнении органами власти и местного самоуправления КБР, майских указов и поручений президента Российской Федерации. На заседании, которое провел первый вице-премьер правительства Юрий Альтудов, обсуждены также бюджетные вопросы. Продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Министерство финансов предложило на утверждение документ о внесении изменений в бюджет региона. Доходы республики увеличиваются на 815 с лишним миллионов рублей. И это поможет в выполнении намеченных социальных обязательств, убежденной в Минфине. Необходимость внесения данного закона обусловлена тем, что к нам дополнительно пришли федеральные деньги в объеме 181 миллионов рублей. Кроме того, Министерство финансов выделило республике дотацию на сбалансированность бюджетов в объеме 624 и 8 миллионов рублей, из которых 135,5 миллионов рублей будут направлены на выплату заработной платы для реализации майских указов президента Российской Федерации. Практически все министерства и ведомства получат значительные средства для воплощения проектов, запланированных на этот год. К примеру, на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства поступит 61 миллион рублей. Для обновления парка троллейбуса в Нальчике выделяется свыше 33 миллионов. По программе «Заимский доктор» обозначены 48 миллионов рублей. Мы усиливаем социальную направленность расходной части нашего бюджета. Мы, наверное, сможем дать один-два дня, чтобы отшлифовали те материалы, которые у вас есть, с тем, что мы его в ближайшее время подписали и смогли в пятницу, наверное, попытаться или в субботу уже отправить для рассмотрения его в парламент. Правительство утвердило также распоряжение о подписании соглашения с Минобром России по предоставлению субсидий на формирование сети образовательных учреждений для инклюзивного обучения детей-инвалидов. Кабмин обсудил итоги исполнения органами власти на местах указов президента, которые касаются обеспечения жильем ветеранов, завершения строительства объектов образования, выделения земель под застройку многодетным семьям. На сегодняшний день в Кабаринобалкарской республике 16 тысяч многодетных семей, из них 5248 изъявили желание получить. На сегодняшний день органами местного самоуправления выдано 107 участков. Планируется в этом году 1225 участков выдать. Члены правительства также внесли изменения в ряд действующих постановлений. Сафар Гиреев, Азамат Табухов, Вести, Кабаринобалкария. Крупное ДТП произошло сегодня на федеральной трассе «Кавказ» около трех часов дня на выезде из селения Куба-Таба. В Лобовую столкнулись ВАЗ-2110 и Лада-Приора. Погибли пять человек, включая ребенка. Как уточнили в МВД по КБР, четверо участников аварии, в том числе маленький пассажир, от полученных травм скончались на месте. Еще один пострадавший умер позже в Зольской районной больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы сегодня вышли в совместный рейд. В Нальчике выявляли автомобилистов, не оплативших штрафы. Водители останавливали на постах ДПС и проверяли по региональной базе данных. Должникам было предложено внести необходимую сумму прямо на месте. Неплательщиков посещали и на дому. Сегодня в списке сотрудников правоохранительных органов было около 60 адресов. По статистике Госавтоинспекции Республики, более 40% граждан не уплачивают своевременно административный штраф за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. В связи с этим ежемесячно совместно со службой судебных приставов мы проводим профилактические мероприятия. Такие рейды регулярно проходят не только в Нальчике, но и по всей Республике. Госавтоинспекторы напоминают, что узнать о наличии штрафов автовладелец может самостоятельно на портале госуслуг. Нальчик готовится к юбилею. 290 лет отметит в первый день осени столица Кабардино-Балкарии. Маленькая подкова. Так, по самой распространенной версии, переводится название города. Однако это не единственный вариант, говорят ученые. Тайну имени столицы попыталась разгадать наш спецкор Наталья Булат. Топонимика изучением географических названий Джамалдин Коков занимается больше полувека. Нальчик у профессора КБГУ в отдельной копилке разгадок. Поясняет теория о названии столицы Кабардино-Балкарии несколько. Самое распространенное – Нальчик означает подкова. Слово «нал» – персидского происхождения, но прижилось в кабардинском и балкарском языках, говорит ученый. В переводе это и есть подкова. Чик – маленький. Существует легенда о предводителе всадников, которая также рассказывает о названии города. Конь этого человека потерял подкову. Подкова была сорвана вязкой глиной этой местности. И поэтому существует такая версия, что «налчик» происходит от сочетания слов «налчич» – срывающий подкову. То есть место или грунт, срывающий подкову. Подкову связывают и с географическим расположением города. Ее напоминают огибающие Нальчик горы. Есть еще одна версия. Название произошло от реки Инальчик, вдоль берегов которой строился населенный пункт. В архивной службе разъясняют сначала – это были небольшие аулы, а потом – крепость. Берег реки был достаточно обрывистый, русло реки было совершенно другое. Даже больше можно сказать, в 18 веке, в документах 18 века упоминается две реки Нальчика. Что произошло со второй рекой и как оно тогда происходило, в принципе, документов, карт сейчас нету, сказать не могу. И вот, как я говорил, первое укрепление – это земляное укрепление должно было быть, по идее. А уже потом на месте этого земляного укрепления была построена крепость Ермоловым. И стены этой крепости были из булыжника. Какую из версий принять за основу, каждый нальчанин выбирает сам. Так или иначе, издревле считается, что подкова приносит удачу и счастье. При въезде в столицу Кабардино-Балкарии гостей встречает символический монумент. Как пожелание самого доброго и лучшего всем гостям. Наталья Булат, Осман Казаков, Эдуард Ногмов, Адмир Сабанчи и Вести. Кабардино-Балкария. И последнее. Спартак-нальчик в выездном матче обыграл Владикавказскую Аланию со счетом 3-0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России зоны юг 2-го дивизиона. Два мяча в ворота соперника забил Магомед Гугуев, нападающий красно-белых с пятью голами. Сейчас являются лучшим бомбардиром южной зоны. Пятый тур чемпионата спартаковцы проведут на домашней арене с Териком-2. Ну а пока профессиональный клуб старается укрепить свои позиции во втором дивизионе и в перспективе вернуться на более высокий уровень, тренеры республиканской детско-юношеской школы готовят футбольную смену. О начинающих форвардах и голкиперах Осман Казаков. В футбольной школе занимаются ребята со всех уголков Кабардино-Балкарии. За некоторыми из них уже пристально следят селекционеры из Москвы, Краснодара и Ростова. Но местные специалисты не спешат передавать ребят в чужие руки. Ведь их главная задача – подготовка мастеров для Нальчикского спартака. И условия командам создаются хорошие. На сегодняшний день по решению руководства нам передано искусственное поле с скамейками, с трибунами. Министерство спорта уже решило вопрос о замене покрытия по федеральной программе и софинансированию. Так что с этим у нас тоже проблем никаких. С ребятами занимаются тренеры высшей квалификации, за плечами которых большой стаж. Заслуженный работник физической культуры и спорта Сергей Пономарев работал в профессиональных клубах. Воспитал целую плеяду звезд. В современном футболе скорости намного выше, чем прежде. И потому, говорит опытный тренер, я учу своих воспитанников быстро ориентироваться в поле, а не возиться с мячом. В первую очередь я хочу обратить внимание на скорость, на координацию, на ловкость, на быстроту. Вот эти самые главные качества, которые они потом впоследствии смогут сказаться во взрослом футболе. Это моя самая главная задача. О том, что растет достойная смена, говорит и тот факт, что четыре команды юных футболистов в текущем сезоне выиграли зональные турниры и добились права выступать на федеральном уровне. Очередной набор в детско-юношескую спортивную школу начнется в первых часах сентября. Осман Казаков, Халишик Мурзаев, Заур Канкулов. Вести Кабальзина, Балкария. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды от центра ФОБОС. Напомню, наш сайт в интернете – вестикбр.ру. Хорошего вам вечера. Далее прогноз погоды от центра ФОБОС. Субтитры создавал DimaTorzok